Новости региона в эфире канал АПС в студии Артемий Заварзин. Добрый день. В Поморье закрыта последняя пешеходная ледовая переправа через реку Мизень. Всего их этой зимой работало 138. Что касается ледохода, то за прошедшие сутки он приблизился к Архангельску на 30 километров. К полудню голова ледохода была зафиксирована в районе деревни Косково. Это 47 километров от областного центра. Уровни воды в Холмогорах высокие, но угрозы затопления нет. В акватории Архангельского порта по-прежнему все тихо. На входе в поселок Цыгламень рукав очистился от льда ниже ледостав. Подход густого ледохода к Архангельску ожидается сегодня в 23 часа. Лед будет проходить через Маймаксанский рукав. В Архангельске утвержден график отключения горячей воды. По традиции энергетики начинают готовиться к следующей зиме и проводят гидравлические испытания сетей. Первые испытания пройдут с 23 по 28 мая. Будем сидеть без горячей воды. График испытаний составлен таким образом, чтобы сроки отключения воды не превышали 7 суток. В разных округах города работы продлятся в течение лета. А с 23 по 27 августа вновь весь город будет отключен от горячего водоснабжения. Подробный план гидравлических испытаний можно найти на сайте городской администрации. Продолжаем. В 2016 году в Архангельске сотни семей переехали из аварийных старых деревяшек в новые дома на Московском проспекте. Стройка шла быстро, без проблем. Оценка всех проверяющих комиссий на 5 баллов. Но вот соседи переселенцев, жители близлежащих домов на улице Серова, своих огорчений не скрывают. И дело вовсе не в зависти или обидах. Просто дома по нечетной стороне улицы Серова оказались в водной ловушке. А причем же тут социальные новостройки. Разбирался Вадим Федосеев. Здесь все было, где самое низкое место. Весь мой сарай. Вот здесь видно даже. Видите, вот край. Вот до таких пор была вода. Все. Венецианские пейзажи на Архангельской земле. Жительница одного из домов по улице Серова Нина Зубова. Разве что лодкой для передвижения не пользуется. Но вот резиновые сапоги – постоянная форма одежды. Практически все дома по нечетной стороне улицы Серова оказались в водной ловушке. По словам жителей, подтопление деревяшек начались сразу же после возведения социальных домов на Московском проспекте. Данный дом построен на болоте, на нашей дренажной канаве, которая нанесена на градостроительный план. Дом, площадку по дому просто засыпали болото песком и весь, все грунтовые воды, болотные воды начали двигаться в сторону улицы Серова, как в низшие участки. То, что у них на проекте не было вообще предусмотрено коленизации ничего на этой улице. Вот. Вся это получилась, эта ситуация, поэтому и пошла вода на наши дома. И все начало затопление. В ближайшее время смотреть на то, что они сделают, это ничего не сделали. Пролили канаву, до конца ее не закрыли. Чтобы решить проблему, жители обратились в прокуратуру. Был суд, который выиграли жильцы. Надзорный орган обязал администрацию Архангельска выполнить необходимые работы, чтобы дома по улице Серова не подтопляло. Но чиновники обжаловали решение. На этапе согласования проекта были выданы технические условия о необходимости строительства ливневой канализации на данной территории. То есть застройщику, в общем-то, эти условия были известны. К сожалению, они их не исполнили. Прокомментировать ситуацию с домами на Серова согласился и застройщик. Компания Архангельс граждан реконструкция. Никаких нарушений нет. Это было установлено в процессе судебного разбирательства. Поэтому я считаю, что нами не допущено никаких противоправных действий. И ситуация с подтопленниками, так их назовем, она никаким образом не была спровоцирована строительством нашего дома. То есть дома находятся в низине. То есть их, в принципе, топило каждый год. Выходит, не виноват никто, а жители все равно страдают. В администрации города пообещали, что со временем на Серова появится ливневая канализация и проблемы с подтоплениями закончатся. Правда, на то, чтобы ее проложить, необходимо несколько миллионов рублей. И пока в городском бюджете таких денег нет. К началу мая в Архангельской области зарегистрировано уже 12 обращений граждан, которых укусил клещ. Половина случаев присасывания паразитов произошли в Вельском и Красноборском районах области. В связи с этим управлением Роспотребнадзора по Архангельской области организована работа горячей линии по профилактике клещевого вирусного энцефалита. Специалисты управления ответят на вопросы, что делать и куда обращаться в случае, если произошло присасывание клеща. Также ответят на вопросы по вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Расскажут об основных признаках заболевания и правилах индивидуальной защиты. Телефон горячей линии вы видите на экранах. Он работает по будням с 9 утра и до 5 вечера. План капитальных ремонтов по областной программе на этот год был составлен еще в 2016-м, но претерпел изменения. Причем со знаком плюс. В 30 жилых домах Архангельска в этом году сделают внеплановый капремонт. Как это стало возможным, расскажет Ирина Ившина. Его не ждали, а он случится. Внеплановый капитальный ремонт в этом году сделают в 30 архангельских домах. Так в доме номер 23 по улице Шабалина отремонтируют крышу и заменят фундамент. На это из бюджета фонда капремонта потратят 2 миллиона 900 тысяч рублей. Это оказалось очень кстати, ведь до планового ремонта дом, скорее всего, не достоял бы. Я считаю, что нужен нам ремонт. Мы заехали, насколько я здесь уже живу. У нас ни разу никто ничего не делал, только сами что-то делали. И все. Что такого капитального ремонта не было. Слышала, ходили мужчины вокруг дома, что-то фотографировали, разговаривали с ними, что будут менять про как крышу и сваи, но сваи только по краям. Центр дома весь обвалился практически все. Он практически на земле стоит черного пола, так нету. Крыши отремонтируют в 18 жилых домах Архангельска. В 19 проведут ремонт фундамента. В нескольких деревяшках разберут печи. Еще 50 домов находятся на этапе голосования. Это значит, что региональный фонд капитального ремонта ждет решения большинства собственников о старте внепланового капремонта в этом году. Фундамент нужно отремонтировать, потому что сзади здание поехало, отваливается штукатурка. Я считаю, это нужно отремонтировать. Внеплановый капремонт стал возможен по двум причинам. Во-первых, в ряде муниципалитетов области собрали больше средств, чем ожидалось. Во-вторых, за счет конкурсных процедур удалось сэкономить на стоимости капремонтов. В общей сложности в обновлении нуждаются более 10 тысяч жилых домов Поморья. 600 из них отремонтируют уже в этом году. Кроме того, до конца 2017 могут начать ремонтные работы, запланированные лишь на следующий год. Мы предложили муниципальным образованием и управляющим компаниям организовать работу по капитальному ремонту следующего года, уже в текущем году. И мы готовы это сделать. У нас есть определенные ресурсы. Но при этом мы, конечно, просим от муниципалитетов, от управляющих компаний определенную помощь оказать нам в части составления дефектных ведомостей, то есть объем их необходимых к выполнению ремонтных работ. И, кстати, очень полезная законодательная новелла. Отныне в работы по капремонту входит установка общедомовых приборов учета потребления горячей и холодной воды, тепловой и электроэнергии. Жильцы могут попросить своей управляющей компании включить этот вид работ в программу капремонта. К другим темам. В канун Дня Победы Архангельск присоединился к социальному межрегиональному проекту «Дом со звездой». В областном центре первые красные звездочки зажглись на домах и дверях квартир ветеранов, которые живут в Маймаксанском округе. Поздравляем вас с наступающим 9 мая, с Днем Великой Отечественной войны. Уже скоро этот день наступит, 72-я годовщина. И приехали мы к вам с проектом социальным. Называется он «Дом со звездой». Кадеты, общественники и журналисты пришли в гости к ветерану Валентину Ядрихинскому, чтобы подарить ему символ победы – красную звезду. Так в рамках всероссийской акции «Дом со звездой» красная звездочка нашла еще одного героя. Валентин Алексеевич встретил войну мальчишкой. Чуть не погиб во время бомбежки под Ленинградом. Имеет высокое звание – кавалер Ордена Красной Звезды. Ветеран не любит рассказывать про свои подвиги. Считает, так бы поступил каждый. Много говорили уже о Великой Отечественной войне. Много говорили о потерях. Но надо отдать должное медикам, которые спасли тысячи, а может миллионы солдат. Вот это они сделали. Очень большое дело. Всего в Поморье будет изготовлено более 10 тысяч красных звезд. В ближайшее время к акции присоединятся Онежский и Приморский районы. Первопроходцем проекта стал Пинежский район, где уже установлено около тысячи звезд. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Я не прощаюсь и жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова